Всем привет! Вы на канале Тупармия. Россия может превратить американские авианосцы в Средиземном море в огромные чугунные ванны. США некоторое время назад передислоцировали в Восточное Средиземном море две авианосные ударные группы, увеличив таким образом общее количество военных кораблей НАТО в том регионе до 74 единиц. По словам ПП Эскобара, американские стратеги поступили весьма самонадеянно, сконцентрировав такие мощные силы на столь ограниченном участке. Это самая большая концентрация военных кораблей США НАТО с 1970-х годов, рассказал ПП Эскобара. ПП Эскобара отметил, что США объяснили отправку такого большого количества кораблей в этот регион желанием оказать поддержку сами знаете кому. Однако вероятнее всего в реальности Вашингтон руководствует другими мотивами. Таким образом он пытается оказать давление на одну из восточных стран и его союзников в регионе. Однако даже не самый опытный военный аналитик способен понять, что эти дорогущие огромные американские авианосцы крайне уязвимы. Они превратятся в большие чугунные ванны и отправятся на дно, чтобы стать подводными коралловыми рифами. Если их угораздит повстречаться с гиперзвуковыми ракетами. Такой сценарий вполне вероятен, особенно в контексте наличия такого вооружения у России. Конечно, все это может быть просто обычным американским показом силы сдерживания. Но главные антагонисты этого шоу Иран и Россия не были впечатлены, отметил эксперт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно предупредил, что если сектор будет разрушен, то в мире разразится кризис, но урегулирование которого потребуется десятилетия. ПП Эскобар согласен с российским дипломатом. Спровоцированная Западом заварушка на Ближнем Востоке в будущем может перекинуться на Европу, Африку и Азию. А что думают зрители канала Топарми по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.